Я вас всех приветствую. Этот ролик я хочу снять по мотивам ваших вопросов об адгезии грунта в годе 411 на все виды металла и на неошлифованное катафорезное покрытие. Ну, сразу пару слов о грунтовании металла. Несомненно, первым грунтом, который мы наносим на металл, должен быть грунт первичный, эпоксидный или кислотный для защиты металла от коррозии. И только после этого мы наносим акриловый грунт в мокрой версии или в шлифуем его версии. Но ситуации бывают разные, и возможно вам для решения какой-то определенной задачи не нужно усиливать антигрозийные свойства металла при помощи первичных грунтов, а требуется грунт, который имеет с металлом хорошую адгезию, хорошее сцепление, на которое вы уже будете наносить краску и лак. Поэтому, раз производитель нам заявляет о банкете грунта 401 на селе для металла, то давайте мы это с вами и проверим. Нанесение на неошлифованный катафорез. Для чего я это показываю? Дело в том, что у многих маляров возникают сомнения, насколько же хорошо грунт в воде 401 будет держаться на неошлифованном катафорезном покрытии. Я знаю, для многих маляров это прямо проблема взять какую-то неошлифованную деталь и покрыть ее грунтом, им кажется, что все это будет отваливаться. Поэтому мы сделаем тест, посмотрим, как он будет держаться. Как всегда, моя задача предоставить вам максимум информации о том, как может работать этот материал, а вы уже делаете выводы и на основании этой информации сможете применить его или в той, или в другой ситуации. Для тестирования было подготовлено три элемента. Вот они все. Первый из них – это крыло от автомобиля Renault. Оригинальное крыло в катафорезном покрытии. Мы здесь его разделили напополам. Нижнюю часть будем грунтовать и проверять адгезию к неошлифованному катафорезному покрытию на нем. Вот это алюминиевое крыло с автомобиля Mercedes. То есть посмотрим, как грунт Body 411 удерживается на алюминии. И деталь автоваза, металлический элемент. И на нем мы будем проверять адгезию на железе. Поэтому сейчас мы смешиваем грунт и начинаем наносить на эти три детали. Наши металлические детали были отшлифованы абразивом 180, после чего риска была понижена абразивом 220. Новая деталь в катафорезном покрытии просто-напросто обезжиривалась, и все. Больше никаких воздействий на нее не оказывали. Начинаем наносить грунт 411. Все по технологии в один слой. Я наноситьSoare 312. грунт нанесем далее 20 минут сушки и окраска 8 базовую маль полный цикл работ мы делаем для того чтобы повторить ту ситуацию которая у возникает в реальных условиях при окраске автомобилей и уже после высыхания проверить насколько хорошо грунт отвердился там внутри под краской и насколько велика сила его сцепления с поверхностью железа алюминия и не отшлифованным катафорезом база высохла и нанесение лака лак боди 699 наносить будем два слоя ну я не буду снимать весь процесс целиком потому что все стандартно все абсолютно так как мы делаем это каждый день мы и вы тоже и так мы завершаем тестирование грунта 411 на различных металлах на адгезию и на катафорезом не отшлифованном покрытии это наш завершающий этап тестирования начинаем его с теста кросс-кат перекрестная нарезка специальный нож используем для таких операций делаем нарезку на каждом элементе сейчас на алюминиевом крыле от автомобиля mercedes разрезаем прорезаем каждое из покрытий насквозь по определенным технологическим требованиям и сейчас режем покрытие на крыле с неошлифованным катафорезом и далее будем клеить скотч специальный с очень высокой клеящей способностью это необычный скотч специальный скотч с очень высокой клеящей способностью и смотреть насколько хорошо держится у нас вот эти разрезанные фрагменты на покрытиях процедура оценки адгезии специальный скотч его нужно очень хорошо пригладить вот таким вот образом чтобы приклеился и отрываем то есть видим что у нас все остается на месте результат причем стопроцентный это считается пройденным даже в том случае если оторвались два квадратика адгезия считается достаточной вот из этой нарезки вот там у нас получается сегмент 36 квадрат 25 обманывалась 55 на 5 так на крыле с алюминием открываем тоже смотрим все у нас держится но мы сейчас пойдем дальше в нашем тестировании это стандартный тест сейчас мы будем еще тестировать дальше тестировать шлифованием крыло с неошлифованным катафорезом все тоже самое стандартно вот тут чуть-чуть стали отрываться фрагменты сами квадратики остались на месте но вот эти вот разрезанные участки которые поднялись они немного отошли но это не является показателем того что тест не пройден это вполне нормальный результат теперь тестируем адгезию шлифованием начинаем сообразила 180 машинное шлифование то есть смотрим насколько гладкой будет получаться у нас границ 180 абразив я сделаю также фотографии на которых все это будет крупнее видно на металле 180 абразив теперь 180 абразив на алюминии вот такого плана и 180 абразив на неошлифованном катафорезном покрытии вот таким вот образом здесь получается ногтем мне практически не подцепиться так продолжаем шлифование абразивом 220 чуть пошире делаем выходы абразив 220 и шлифуем дальше ну абсолютно нормальный выход здесь даже видно что еще не до конца набрал свою твердость лак вот тут именно по лаку и по базе с грунта такой переход еще грубоватый но сам грунт на металле он прекрасно держится прекрасно работает на алюминий теперь смотрим такая же ситуация вот видно что база с лаком они еще в комплексе у них окончательное отверждение не произошло полимеризация но грунт вполне нормально вполне достойно себя ведет постарающий макрофотографии сделать чтобы это было виднее и катафорезное покрытие вот это кстати больше всего интересует вот здесь тоже получаются такие хорошие плавные выходы хороший получается плавный выход на к на катафорезе нету явление отслаивания материала то есть нету того что у нас грунт 411 катафореза пополз вполне он себя хорошо нормально чувствует и он держится на неотшлифованном катафорезе решили мы продолжить шлифование расшлифуем немножко подальше это пятно на неотшлифованным катафорезным покрытие где у нас находится грунт будет 411 абразивом 320 вот как видите получаются вот такие плавные выходы прямо здесь видите грунт таким у нас остался островком если бы он не уме не имел адгезии он бы просто напросто скололся бы отсюда абразивом он бы не не удержался в таком тонком слое когда мы его сверху шлифуем абразивом можно сделать вывод что грунт 411 имеет достаточную адгезию на неотшлифованное катафорезное покрытие чтобы использовать его именно таким вот способом завершение нашего тестирования адгезии это воздействие кархером с близкого расстояния водой на высоком давлении вот таким вот образом у нас все это выглядит вот здесь есть непонятные какие-то результаты отслоения но тут вот в местах разрезов до в местах разрезов причем здесь видно что отслаивается не от катафорезного покрытия а тут видимо в результате того что база еще с лаком не набрали свою окончательную твердость вот слегка они приподнялись в местах разреза как такое вздутие получилось и от этого отслоя то есть сам по себе грунт на катафорезном покрытие держится великолепно он от него не отслаивается точно такое же тестирование напором воды кархера алюминиевого крыла тоже самое все результат вполне нормальный вполне нормальный хороший результат все держится никаких проблем с адгезией нет и адгезия грунта 411 на поверхности железа все то же самое материал держится так как и должен держаться для обеспечения качественной хорошей адгезии и нормальной качественной работы все это все это все это я